Теперь стоит поговорить о том, что такое HTML. HTML — это Hypertext Markup Language или язык разметки гипертекста. Язык разметки гипертекста используется прежде всего для составления веб-страниц. Прежде всего, любой HTML-документ является текстовым, то есть мы можем его редактировать в качестве текста и в качестве текста интерпретировать. Но чаще всего HTML-документы интерпретируются именно браузерами, и благодаря так называемым тегам, с помощью которых мы размечаем данный документ, браузер понимает решение, как должен выглядеть данный элемент или где он должен находиться. Если мы с вами откроем официальную страницу языка Python версии 3.5.1 с документацией, которую можно найти по ссылке выше, то мы увидим некоторое количество информации, которая достаточно аккуратно распределена по всей странице нашего браузера. То есть здесь у нас есть какая-то навигация, здесь у нас много ссылок и самого текста. И на самом деле HTML-документ определяет то, как выглядит вся наша страница именно в браузере. Мы можем посмотреть исходный код нашего документа, который создает HTML-документу, используя стандартные функции браузера, viewPageSource, или посмотреть исходный код страницы и увидеть здесь большой-большой-большой, ну как, не очень большой, здесь и две строки HTML-документ. Таким образом, когда мы вбили адрес данной страницы в нашем браузере, произошел HTTP-запрос get, который запросил данную страницу, и в теле нашего ответа на данный запрос мы получили данный HTML-документ. Поведение текста и других элементов HTML-документа в нашем браузере зависит прежде всего от тегов. Тегов в HTML достаточно много, однако для того, чтобы уметь искать информацию внутри нашего HTML-документа, нам вовсе не обязательно знать все из них. Если мы вернемся к странице документации, то наш заголовок Python 3.5.1 Documentation мы сможем спокойно найти внутри нашего HTML-документа, и он является заголовком там, именно потому, что он здесь заключен внутри тега h1, который предназначен для заголовка в языке HTML. Однако куда более важно, что любую информацию на странице мы на самом деле сможем найти внутри нашего HTML-документа. А раз вся информация на странице доступна также и в HTML-коде, то на самом деле нам вовсе не обязательно знать все HTML-теги для того, чтобы искать информацию на данной странице. Предположим, что мы хотим найти все телефоны и все email-адреса на данной странице. Тогда нам достаточно написать правильно два регулярных выражения, под которые бы подходили только телефоны и email-адреса, скормить данным регулярным выражением нашу HTML-страницу, и вуаля, мы в шоколаде. Однако, если бы мы хотели найти, например, все ссылки на данную страницу, то нам бы пришлось немножко разобраться в HTML и узнать, как работает ровно один тег. Это тег а. Предположим, что на какой-нибудь странице в интернете мы бы хотели разместить ссылку на данный курс. Как бы мы это сделали? Мы бы использовали тег а, затем мы бы, возможно, указали бы какие-то еще атрибуты, но самый главный атрибут — это атрибут href, он же гиперссылка или hyperreference. Собственно, через «равно» и затем в двойных кавычках мы бы указали строку, в нашем случае это URL нашего курса, нашего ресурса. Затем мы бы указали текст, который отображался по ссылке внутри нашего документа, и затем мы бы закрыли тег а. В вашем браузере данный код отображался бы как-нибудь в духе, вот тут где-то появился Python основы применения, он бы, скорее всего, был синего цвета, и тут было бы подчеркивание для того, чтобы показать, что это именно ссылка, и при клике на данную ссылку вы бы переходили именно на данный адрес. И даже такого самого базового знания о теге а на самом деле хватило для того, чтобы написать регулярное выражение, которое бы нашло, например, все ссылки в данном HTML-документе.